Добрый день в эфире город лайф и сегодня 12.00 мы начинаем наш прямой эфир в студии Максим Раевский и Ольга Говтва. Ну и сложившейся традиции начнем наш эфир со статистики, цифры никто не отменял. Статистика зараженных по миру составляет на данный момент уже 1 миллион 100 тысяч человек, даже уже превысила эту цифру. Погибших более 64 тысяч, выздоровевших более 246 тысяч человек. Власти выделили 321 миллион рублей на выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Деньги выделяются на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда. Но это очень даже хорошая новость. Я считаю, что это хорошее подспорье для докторов, для врачей. Те, кто тратит свое время для того, чтобы сделать мир лучше, по-моему, это прекрасно. Да. Какие цифры по России? Так, по России 5274 зараженных, 45 человек скончалось вчера, еще 2 человека в Москве скончались. И выздоровела 355, что тоже не может не радовать. Да, лидером по-прежнему в России является Москва. Второе место у республики Коми, как по количеству зараженных, так и по новым случаям коронавируса. Да, в Коми мы вчера уже говорили со Светой, что не очень простая ситуация, потому что в республике Коми прямо в больнице заразились коронавирусом. То есть очаг такой прямо на месте. Поэтому очень достаточно. У них там уже практически обсерватор. Ну, по крайней мере, они... Хорошо, что локальное место, и они могут это все сдержать. Поэтому я думаю, что у них все будет отлично. Перейдем к Калининграду. На данный момент в регионе известно о 8 случаях выздоровления. Об этом сообщили в субботу, 4 апреля. Сейчас количество зараженных у нас в Калининградской области 11 человек. Ну, и мы хотели бы напомнить, что режим полной самоизоляции продлен до 12 апреля. Буквально в субботу губернатор области сообщил об этом. Может, посмотрим заседание штаба, как у них все проходило. От труда отстранены люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания. А в детских садах должны быть организованы дежурные группы. Несмотря на то, что обеспокоенные граждане создают петиции об отмене оплаты ЖКХ, власти в этом вопросе пошли им навстречу. Это значит начисление пеней и штрафов на коммунальные услуги. Я знаю, что этот вопрос урегулирован в том, что и в федеральном законодательстве, но с учетом ситуации прошу глава администрации при необходимости тоже выпускать соответствующие рекомендации. То есть тем, кто не оплатил услуги ЖКХ в марте и апреле, не будут начислены пеней и штрафы. Министерству социальной политики необходимо ускорить выплаты всех пособий и льгот. Люди, хотя бы месяц работавшие, 30 дней работавшие в 2020 году, в 2020 месяц хотя бы работали, по какой-то причине работы потеряли, сократили или еще что-то, значит, они имеют право на дополнительные 5000 рублей к пособию по безработице. Вопрос о льготном кредитовании остается открытым. Министерство образования должно обеспечить доступ к дистанционному обучению всех школьников. Особо прошу обратить внимание Министерство социальной политики на ситуации, связанные с попытками на увольнение, с принуждением к увольнению, как право неоплачиваемого отпуска. И добавил, что федеральное правительство выделило почти 30 миллионов рублей на поддержку рынка труда. Однако этих средств недостаточно. Губернатор попросил выделить из регионального бюджета на эти цели еще 100 миллионов. Добрый день, вы смотрите Первый городской, проект Город Лайф. Ну и продолжаем рассказывать новости. Америка все так же лидирует по количеству зараженных, 277 тысяч. Италия не отстает, почти 120. Возможно, кстати, уже перевалило эту отметку. Да, потому что у нас с Америкой разница во времени, поэтому данные, которые предоставляют Соединенные Штаты Америки, они обычно приходят позже. Но и Испания уже догоняет Италию. Огромное количество зараженных и смертность высокая по той простой причине, что не все испанцы, судя по своему нраву, готовы находиться дома и соблюдать режим карантина. Потому что у них уже 19-й день карантина, поэтому многие, конечно, не находят выход своим эмоциям и выходят на улицу или в другие места и проявляют свои какие-то агрессивные качества. Вчера мы буквально об этом говорили. Ну и мы хотели бы напомнить вам о том, как важны и как нужны правила самоизоляции, и очень важно о них помнить. Давайте, если у нас видео готово, то мы с вами посмотрим. Самоизоляция – это когда максимальное количество людей находится в домашних условиях и не контактирует между собой. Такой режим как раз и был введен в регионах России для всех жителей. Людям рекомендуется за один вынужденный выход из дома совместить сразу несколько дел. В идеале выходить в магазин или аптеку стоит один раз в несколько дней. Также можно договориться с соседями, если есть питомцы, чтобы выгуливать их по очереди. Во время самоизоляции всем, кто не работает, следует оставаться дома. Выходить на улицу можно только в ближайший магазин или аптеку, а также обращаться за срочной медицинской помощью или для прогулки с собакой, но только в радиусе 100 метров от дома. На улице человек должен быть в маске и перчатках. Расстояние между людьми желательно соблюдать в полтора-два метра, но никак не меньше одного. Требуется максимально часто мыть руки или обрабатывать их септическим раствором. Если вы не соблюдаете режим самоизоляции, то можете быть предупреждены сотрудниками полиции о штрафах в дальнейшем. Несоблюдение режима самоизоляции обойдется гражданам в 500 рублей, юридическим лицам до 4000. А если человеку будет выдано письменное предписание не нарушать режим самоизоляции, но он будет пойман на улице вновь, то тогда ему будет грозить штраф от 300 до 500 рублей. Юридическим лицам штраф обойдется в 10 или 20 тысяч рублей. Ну и мы продолжаем. Хотелось бы сказать, что в Калининграде на Балтийском шоссе сотрудники ГИБДД проверят выезжающие из города автомобили. Из-за этого у поселка Космодемьянского образовалась серьезная пробка. То есть тоже люди все поехали наверняка, кто-то к родственникам, кто-то поехал навестить родителей, потому что все равно их просит оставаться дома. И необходимо, конечно, может быть, передать продукты и прочее. Мы будем надеяться, что действительно это делается только в крайних случаях. А по большей части режим самоизоляции у нас в Калининградской области соблюдается. Как-никак сервис Яндекс.Самоизоляция показывает уже несколько дней подряд, что мы действительно лидеры в этой части. У нас всегда очень хорошие оценки. Калининградцы действительно очень осознанно остаются дома и соблюдают введенный режим. Вчера было 4 балла. То есть я хотела бы еще напомнить, что Казань опережает нас и в Казани 4,7. То есть они вообще очень послушные, Республика Татарстан в этом смысле. Поэтому нам нужно есть к чему стремиться. Предлагаю калининградцам подтянуться и участвовать в нашей акции «Я остаюсь дома». Рассказывайте, о чем вы занимаетесь на самоизоляции, что делаете. Может быть, работаете удаленно, может быть, даже у выходных, как и мы с Олей. Выкладывайте в Инстаграм, в другие социальные сети, а мы будем все это репостить. У нас за нашей спиной как раз уже самое время, когда еще раз напоминает нам о том диктор, что нужно сохранять дистанцию, что нужно оставаться дома и соблюдать режим полной самоизоляции. К другим новостям мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Город Лайв». В студии работают для вас Максим Раевский и Ольга Гофт. А мы продолжаем. Да, теперь мы не только в будние дни, в 12.00, 15.00 и 19.30, но и в выходные делаем все, чтобы как можно больше калининградцев оставались дома, ну и создаем для них контент, чтобы было чем заняться в это время. Хотелось бы сказать о том, что мы создали небольшое такое видео по горячим линиям. Если возникают какие-то вопросы, такое же видео мы разместили на нашей странице в Инстаграм и ВКонтакте. Наша горячая линия 1-го городского 92-10-32. Естественно, по мере возможности мы стараемся отвечать. Когда мы находимся в студии, то просто физически не можем ответить на это. Но периодически, конечно, мы отвечаем. По горячим линиям социальных служб, прокуратуры, других органов власти сделано специально небольшое видео. Также Роспотребнадзор, горячая линия по коронавирусу и еще добавлены были некоторые телефоны. Горячая линия для бизнеса в условиях современного, скажем так, осложнения. Я думаю, что это будет очень актуально. Давайте посмотрим. Роспотребнадзора. Единый круглосуточный телефон доверия МЧС 79-99-99. Телефон доверия Федеральной службы безопасности 21-48-85. Телефон доверия прокуратуры 57-68-60. Горячая линия травмпункта 21-05-78. Единый информационно-сервисный центр железнодорожного вокзала 60-08-88. Справочная служба автовокзала 64-36-35. Справочная служба аэропорта Храброво 30-03-00. Аварийная служба города 56-05-50. Телефон горячей линии Почты России вы также видите на своем экране. Единый номер детского телефона доверия 8-800-200-01-22. Ну, еще раз напомним про нашу горячую линию 92-10-32. Правильно? Правильно, да. Оль, что чаще всего, какой вопрос задают наши телезрители? Чаще всего спрашивают, допустим, дополнительные номера телефонов пенсионного фонда. Как работает пенсионный фонд? Как работает почта? Как будут приносить пенсию? А будут ли ее приносить? Про выплаты ветеранам спрашивают. Хотелось бы напомнить, что в апреле будут выплаты ветеранам войны от 50 до 75 тысяч рублей. Спрашивают, где купить маски. Тоже есть такой запрос, достаточно частый. Интересуются выплатами для многодетных семей, например. Когда мы выпускали сюжет про рынок, помнишь, когда инициатива шла рынка для формирования продуктовых корзин для семей? Тоже интересовались, спрашивали, откуда эти данные по семьям, кому они положены. Поэтому очень много вопросов. И еще вчера звонил мужчина и спросил, почему мы не показываем военные фильмы в преддверии юбилея Победы. Я ему пообещала, что этот вопрос я задам руководству. Он сказал, ну хорошо. В общем, собираем запросы, обрабатываем и отвечаем по мере возможности в прямом эфире. И не только. Я так понимаю, что контакты тоже собираем. И наличные какие-то запросы тоже стараемся помогать отрабатывать. У нас есть калининградец, который уже около года проживает в Испании. И присылает нам оттуда видеоролики. В связи с тем, что ситуация там достаточно критическая, Сергей, так зовут этого калининградца, обратился к горожанам и россиянам, напоминая о том, что важно соблюдать режим самоизоляции и карантина. Ну и, конечно, посидеть немного дома. Вот как он это сделал. Еще раз здравствуйте. Попытаюсь записать полное видео, потому что в Инстаграме пытается, ну все, обрывками. Итак, что я хочу сказать. Мы живем в Испании на карантине уже вторую неделю. Это то бишь, да, даже больше, наверное, уже дней 14 прошло. Что я хочу сказать. Мы в таком положении выходим. Антисептик, перчатки, маска. Это максимум, куда мы можем сходить, это в магазин. Никаких торговых центров, ничего, все закрыто. Только магазин, только продуктовые товары, все остальное закрыто. Запрещено передвижение. Полиция ездит, смотрит постоянно, что, как, тормозят. Если ты нарушаешь карантин, пожалуйста, первый раз тебя оштрафуют, могут вплоть до 4 лет тюрьмы. Это серьезно. Штрафы большие. Я знаю уже 8 человек, которых оштрафовали на 600 евро. Троих оштрафовали на 1600. Поэтому, ребята, как бы, что вам могу сказать в этом плане. Да, вам дали сейчас неделю карантира. Карантин, это значит сесть дома и самоизолироваться ради своей безопасности своих близких, родственников. Особенно родители, которые у нас, извините, в возрасте. И то, что вы думаете, что вы молодые, что вас это не коснется, это все фигня. Вот я сейчас нахожусь на улице. Я выходил выбрасывать... Ну и хотелось бы похвалить калининградцев, потому что сейчас я зашла оценить индекс самоизоляции. И сегодня Калининград уже оценивается в 4,6 баллов. То есть это отлично. Да, мы просто посмотрели в окно, на улицу, увидели там людей, несколько больше, чем обычно. Но, видимо, это просто концентрация на площади достаточно большая. В остальных местах города действительно все сидят по домам. Да, ну а самые недисциплинированные жители, это жители Московской области. Их индекс самоизоляции составляет 3,5 балла. Ну, 3,5 балла лучше, чем 0, поэтому будем верить, что у них тоже все в порядке. Наш спецкор Анна также проживает в Испании, точно так же, как и Сергей, периодически делится с нами своими видеороликами. И рассказывает о том, как у них приходит режим карантина и самоизоляции. Давайте посмотрим, чем они занимаются. Итак, мы никуда не пропали из Инстаграма. Мы также все сидим дома. Я выучила уже всех собак, которые гуляют у меня, потому что количество больных все еще растет. Мы все еще не на пике, как говорят специалисты. Каждый день увеличивается количество умерших. И самая тяжелая ситуация в Мадриде и в Барселоне. Ужесточают у нас правила карантина, вводят новые требования, например, с собаками. И в некоторых городах сейчас можно отходить не дальше 100 метров от своего дома и гулять не больше 10 минут. И вот только что увидела, что в Таревехе уже арестовали одного молодого человека. Его 6 раз предупреждали о том, что нельзя выходить из дома. Ну, а сейчас посадили в тюрьму. И очень, кстати, знаете, что увеличилось количество реклам и чистящих средств. Прямо. В Италии, кстати, начались жесткие споры. Просят хотя бы на час в день выпускать гулять детей. У нас пока таких разговоров нет. Зато начали работать бесплатные горячие линии с психологами. Вчера вечером у нас в студии был астролог, который рассказал нам о том, что такие ситуации имеются в виду, когда сходится несколько планет в одну, и получаются какие-то большие перемены в жизни планеты и вообще населения любой страны. Ретроградный Меркурий? Нет, ретроградный Меркурий закончился буквально 10 марта, как она нам сообщила. Она говорила вчера о том, что Сатурн, Юпитер и Марс сейчас находятся просто в таком положении, когда последние... Я спросила, когда у Вика были последние такие соединения планет, она сказала, что последние это была перестройка и 40-й год. Интересно, конечно, было бы пригласить одновременно в нашу студию астрологи и астрономы и в бой их пустить, и кто бы победил в этой схватке, интересно, наука или астрология. Ну а что, астрология уже приравнивается к науке, я тебе могу сказать. И, по крайней мере, Вика вчера нас всех уверила, что все будет хорошо, и буквально осталось чуть-чуть до того, как изобретут какую-то вакцину, чтобы снизить смертность. Поэтому... Ну, будем надеяться и верить, что так оно и будет. Пока же действительно происходит в мире что-то невероятное. В одном из европейских магазинов произошла драка между покупательницами. Дело в том, что они не поделили туалетную бумагу. Казалось бы, товар не то чтобы супердефицитный, но вот девчонки решили, что это стоит того, чтобы пустить друг друга на кулаки. Ну, а одна из них впоследствии оказалась в полицейском участке, после того, как все-таки не смогла отвоевать свою партию бумаги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, это проект Город Лайв, Первогородской. Мы продолжаем рассказывать о всем самом интересном, что происходит в Калининграде и в мире. Я думаю, что мы про Испанию продолжим говорить после небольшой паузы с вами и расскажем самое интересное, как еще люди пытаются скоротать свои дни на самоизоляции и до чего это может довести тех, кто находится в 19-й день на карантине. Я говорю про Испанию сейчас. Ну и хотелось бы добавить еще про то, что в Краснодарском крае продлили карантин до 12 апреля. Решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, как сообщает Райгном. Я думаю, что это вызвано тем необходимостью именно мер. Поддерживание распространения коронавирусной инфекции. Напомню, что карантин введен в Чеченской Республике Краснодарском крае и Республике Крым. После рекламы продолжим. Добрый день продолжается. И действительно, денек-то добрый. Погода тоже у нас отличная. Но еще раз напомним, это не повод выходить из дома на улицу. К тому же есть что посмотреть у нас в эфире Первого городского. Вот, например, в Испании мужчина вышел на улицу с холодным оружием и пытался никого не подпустить к себе из полицейских. Да, зрелище, конечно, не лицеприятное. В том смысле, что ему, видимо, не хватало пространства дома. И он решил выйти на улицу. И давайте посмотрим, как это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, 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 мать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я читала только наше постановление правительства области И там есть такой момент, что погребение написано в скобочках То есть я так понимаю, что погребение тоже откладывается на неопределенный период Я думаю, что гораздо интереснее провести расследование Проводили ли в Калининграде хоть раз торжественное расторжение брака? Ну, я даже не могу представить, как это будет выглядеть Публично говоришь, как в театре, что я с тобой развожусь, кидаю Собирают гостей Всем показывают, что тех, особенно которые были на первичной свадьбе Можно их тоже собрать и посадить Ну что ж, Сбербанк уточнил максимальные размеры займов для права на кредитные каникулы Этот вопрос уже стоит вокруг него Он обрастает новыми подробностями Особенно после заявления Центробанка О том, что не переносится оплаты по кредиту с апреля на май Поэтому у людей очень много вопросов возникает Даже вот в социальных сетях нам очень много пишут Потому что мы тоже выложили пост Об этом законопроекте, который подписал президент о кредитных каникулах буквально 2 апреля И давайте посмотрим, что говорят нам в законе В сообщении По ипотечным кредитам эта сумма не должна превышать полтора миллиона рублей По автокредитам 600 тысяч По потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей 300 тысяч По потребительским кредитам для физических лиц 250 тысяч По кредитным картам для физлиц 100 тысяч рублей То есть для клиентов, пострадавших от коронавируса Заболевших, находящихся на вынужденном карантине Частично потерявших доход А также испытывающих временные трудности с погашением регулярных платежей По кредитам из-за ситуации, вызванной коронавирусом Также банк готов в индивидуальном порядке Предоставить кредитные каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов И неустойк отмечается в публикации Сбербанка Ну, я думаю, что стоит подать документы Потому что у каждого банка свои требования И нам уже отправляли зрители буквально скриншот Где банки отказывают в том, что не дают кредитных каникул Это, конечно, все зависит от банка Поэтому нужно разговаривать непосредственно с операторами И предоставлять документы Если ваш доход снизился на 30% По сравнению с предыдущим месяцем Нужно подавать, конечно, документы и пробовать Да, потому что если документы не подать То на мне вот лично уже пришла заявочка О том, что будьте добры, оплатите И они, конечно, уточнили о том, что идет пандемия коронавируса И дописали, что поэтому лучше Если вы сделаете это онлайн без использования наличных Ну, спасибо, что хотя бы в таком виде проявляют заботу Вчера наш коллега отправил мне сообщение Тоже скриншот, где МЧС сделала рассылку о том Что режим самоизоляции продлен до 30 апреля И он у меня спрашивает А как быть у нас же до 12 числа? То есть мы хотим напомнить, что в Калининградской области Пока режим самоизоляции продлен до 12 апреля Надо сказать, что Алиханов уточнил, что есть вероятность продления этого режима Все зависит от эпидемиологической ситуации в нашем регионе Если скорость распространения коронавируса не снизится То вероятное продление об этом заявил губернатор на прошлой неделе Перейдем к категории граждан Которые, скорее всего, не зависят пока от кредитов и ипотек БФУ имени Канта и КГТУ в связи с продлением нерабочего режима Из-за коронавируса продолжат дистанционное обучение студентов до 30 апреля Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области В западном филиале Ранхикс дистанционка продлится до 12 мая Ну а военные высшие учебные заведения переведены на казарменный режим Также было предположение министра образования, что уроки продлятся до 8 июня В связи с тем, что было дистанционное обучение Ну и, естественно, сдвинутся сроки вступительных экзаменов и на август Ну и сдвинули, насколько я понимаю, уже даты выпускных Да, и последний звонок тоже планируется перенести Поэтому все из-за коронавируса здесь, конечно, все сдвигается вперед Ну а еще хорошая, или наоборот, не очень хорошая новость для школьников Которые с 6 апреля, с понедельника возвращаются и в дистанционном режиме Будет вестись обучение в школах и колледжах Калининградской области Поэтому будем учиться, делать домашку и выходить на уроки в Skype, в Zoom и другие приложения Вот вчера говорили нам о том, вот Светлана говорила, что есть сложность в работе сайтов То есть большой объем информации, большое количество людей, которые загружают информацию Пытаются каким-либо образом получить задание с этого сайта Возникает проблема именно с ресурсом Потому что, видимо, большой объем и из-за этого все зависает И очень сложно получить то, что необходимо Да, ну вплоть до того, что было постановление правительства Которое направили в различные организации, я так понимаю, провайдерам Они список, правда, не уточнили Но в этом постановлении предписывалось организациям снизить количество трафика Путем занижения качества видеороликов с Full HD до 720 пикселей Отмены автозапуска видеороликов Какой-то там дополнительной загрузки Действительно, трафик страдает Никогда еще столько одновременно трансляций в Инстаграм Я думаю, никто у себя в ленте не видел Все внезапно стали блогерами И, в общем, вышли в интернет Кстати, Виктория вчера сказала о том, что многие после окончания всей этой истории Поймут, что, оказывается, можно было работать на удаленке Можно было работать и зарабатывать дома И также вчера говорили о том, что можно найти какие-то в себе новые положительные черты Открыть что-то в себе новое и понять, что с 9 до 6 работать, оказывается, можно Но не всегда это приносит такой же результат финансовый, какой бы хотелось Поэтому я думаю, что можно перейти к нашим соседям В Литве за сутки вчера зараженных выявлено 75 человек Также Польша продлила у нас буквально на прошлой неделе до 13 апреля еще режим карантина И они усилили меры самоизоляции И, конечно, сейчас очень важно не распространить в дальнейшем это все Да, но надо понимать, что главная цель ограничительных мер, введенных в настоящее время В регионе максимально снизить нагрузку на здравоохранение А значит, снизить смертность от новой коронавирусной инфекции Ну, как заверяют Минздрав Испании, что коронавирусная инфекция достигла пика своего распространения И заболевание очень сильно отразилось на пожилых людях, на домах престарелых Потому что по оценкам испанских властей, порядка 6% людей, которых затронула коронавирусная инфекция Это пожилые люди У нас есть видео с Евроньюса, давайте посмотрим Власти Испании заявляют о наступлении пика распространения коронавирусной инфекции в стране За прошедшие сутки скончались 932 человека, чуть меньше, чем в предыдущие дни С начала эпидемии заразились свыше 117 700 человек За последние 24 часа выявлено 7400 новых случаев В Координационном центре предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения говорят о признаках стабилизации Мария Хосе-Сьера заявила Согласно полученным данным, число новых случаев заражения на 7% выше, чем вчера Можно говорить о том, что подтверждается тенденция к снижению К такому же выводу мы приходим, анализируя данные по числу госпитализированных и попавших в отделение интенсивной терапии Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 10 935 человек Заболевание ударило по домам престарелых В Мадриде в марте скончались 6% жителей пансионатов Такой уровень смертности в три раза превышает обычный показатель Власти пока решают вопросы необходимости продления после 11 апреля действия режима повышенной готовности Ну вот такая обстановка в Испании И сами даже жители, как мы уже говорили про Сергея, который делится с нами видеозаписями Тоже, конечно, очень переживают за свою страну, за ту страну, в которой они живут И за будущее этой страны Ну а у нас на брифинге 3 апреля Вице-премьер областного правительства Александр Альбинов Пояснил ситуацию с транспортом в период самоизоляции Мы хотели бы еще раз напомнить, потому что это очень важно Все, что касается поездов, самолетов, общественного транспорта в городе И я предлагаю посмотреть Осуществляется основное сообщение по направлению Москва Это 5 рейсов и 2 рейса у нас это в Санкт-Петербург Для сравнения у нас до этого на Москву летало 15 рейсов и на Санкт-Петербург 6 рейсов в день Ограничения коснулись практически всего транспортного сообщения Без сокращения работают паромы и некоторые грузовые пункты У нас существовало и было в расписании 5 пар поездов На сегодняшний день у нас всего 2 пары поездов И они осуществляют пассажирское движение по направлению Калининград-Москва Москва-Калининград и Калининград-Санкт-Петербург-Санкт-Петербург-Калининград Грузовые пункты пропуска Мамонова, Железнодорожный, Советск и Нестеров Будут функционировать без изменений Для пассажирского сообщения останется только один пропускной пункт Железнодорожный Это утром, вечером и в обед Это с тем, чтобы все-таки даже в эти дни Большое количество людей работает На тех предприятиях, которым разрешено в эти дни работать И соответственно для того, чтобы осуществлять трудовую миграцию Эти поезда у нас ходят Грузовое железнодорожное сообщение продолжит работать в обычном режиме А вот пригородная претерпела некоторые изменения И теперь действует по расписанию выходного дня Без сокращения будут работать грузовые и автомобильные перевозки Пассажиропоток упал И поэтому тоже у нас произошло сокращение Где-то примерно на 20% количество автобусов снижено Движение городского транспорта осуществляется по расписанию выходного дня С 6 часов утра до 24.00 Количество автобусов снизилось на 22% А троллейбусов на 41% Обработка происходит после завершения смены Полностью весь автобус обрабатывается И после того, когда автобус выполнил рейс на конечных остановках Кондуктор вместе с водителем Дополнительно еще обрабатывают санитарными средствами все поручни Предприятиям, осуществляющим непрерывный цикл, разрешено работать А значит, все строительные перевозки будут проходить в плановом режиме Прояснилась ситуация и с движением личного автотранспорта в приморские города В случае острой необходимости Конечно, если человек едет в машине И он никуда не выходит, но перемещается То проблем никаких нет И добавил, что разъяснения по работе автомастерских и шиномонтажных Будут готовы чуть позже Однако некоторые все же будут функционировать для горожан Что касается международных связей То Татьяна Голикова сообщила Россия не прекратила вывоз граждан из-за рубежа Взяла тайм-аут на период выходных дней Для составления соответствующих списков Ну а о том, можно ли выезжать в Калининграде в приморские города Есть ли за это штрафы Мы узнаем через несколько минут Оставайтесь с нами В Калининграде 12 часов 47 минут Погода продолжает жарить наши спины Я думаю, что многие калининградцы сейчас думают о том Как было бы классно поехать на море В прибрежные наши города Но давайте не забывать о режиме самоизоляции Да и к тому же есть определенные санкции За выезд к нашему морю Посмотрим, что нам рекомендует ОМВД Я думаю, дальше Сотрудники нашего управления продолжают работу По контролю за исполнением постановления правительства Российской Федерации И губернатора Калининградской области В преддверии выходных Инспекторами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Будет проводиться работа по контролю За исполнением установленных ограничений на территории Зеленоградского, Светлогорского, Пионерского, Янтарного и Балтийского районов в округах Уважаемые калининградцы, прошу вас воздержаться от поезда к указанной мной районе И соблюдать установленный режим самоизоляции Ну и что ж, мы, наверное, плавно перейдем к бизнес-новостям Оставим в стороне коронавирус на той новости Что в Калининграде еще проверено 157 человек на коронавирус за сутки И надеемся, что не будет положительных тестов Что касается Центробанка Центробанк не позволил перенести выплаты по кредитам на май, как я уже сказала сегодня ранее И Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам Срок исполнения которых приходится на нерабочие дни Должны исполняться должниками в срок, который предусмотрен договором Указанно в сообщении Центробанка Какие другие бизнес-новости, я думаю, нам покажет сейчас Идео В Калининградской области средняя цена жилья на вторичном рынке снизилась на 3,5% И составила 60 тысяч рублей за квадратный метр Квартира в среднем стоит чуть больше 3,5 миллионов рублей Футболистам Балтики понижают зарплату на 20% в связи с приостановкой спортивного сезона Средняя заработная плата в футбольном клубе составляет 200 тысяч рублей Максимальная 350 Ее получают 5-6 игроков команды Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на выкладу зарплат для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, а также дополнительного образования и бытовых услуг Корпорация развития Калининградской области выделит 175 миллионов рублей на льготные займы и арендные каникулы для резидентов индустриальных парков Храброво и Черняховск Поддержку будут оказывать тем, у кого на руках есть разрешение на строительство Партнер рубрики «Бизнес новости ООО «Венера» Добрый день! Он у нас продолжается. В Калининграде тем временем уже 50 минут, 12.50. Есть у нас срочные новости Сообщили только что, что еще 658 человек зараженных по России. Это за сутки последние данные. Ранее я говорила, что их было 578. Сейчас данные обновились 658 человек В Калининградской области не выявлено новых зараженных коронавирусом Это не может не радовать, но мы видим, что пандемия коронавируса сказывается не только на бизнесе, не только на улицах, но и на телепередачах Например, вот мы теперь стараемся уже точно выдерживать дистанцию хотя бы в метр друг от друга Не в метр, да, рекомендуют Да, ну а известная программа «Поле чудес» буквально недавно провела свою игру без зрителей Я когда наткнулся на этот видеоролик, это было, конечно, что-то невероятное Вместо привычного полного зала в студии были воздушные шарики со смайликами Причем, что интересно, они даже сделали разделение этих смайликов на мужских и женских Где-то они с губками женскими, где-то мужские шарики Они очень забавно болтаются на фоне у этого мусатого мужчины И даже что-то отвечают по поводу приза, вы замечаете Кстати, да, и что самое необычное, они даже аплодируют выступающим Но лучше это увидеть своими глазами Нет, я не торгуюсь, я просто... Серьезно, 55 тысяч, что это, не деньги, что ли? Ну, деньги, конечно Там темно Хотелось бы перейти к погоде и сказать, что очередная изоляционная неделя в Калининграде будет солнечной и теплой Давайте посмотрим прогноз погоды и вернемся в студию Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Прогноз» Даем прогноз на хорошее самочувствие Прогноз погоды на 5 апреля В Калининграде днем плюс 12, облачно Ночью плюс 2, ясно В Вильнюсе днем плюс 12, ясно Ночью 0, ясно В Гданьске днем плюс 14, ясно Ночью плюс 9, ясно В Москве днем плюс 4, дождь, ночью минус 1, ясно Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Прогноз» Даем прогноз на хорошее самочувствие Вот смотрю каждый раз наш прогноз погоды и задаюсь немым вопросом А вот в период закрытых границ, зачем мне информация о прогнозе в Вильнюсе, например? Чтобы порадоваться за других, Максим, это очень важно Находясь в режиме самоизоляции, помогать друг другу, оказывать помощь Буквально вчера нам говорили о том, что видели в подъезде объявление Где написано «Если вы не можете сходить в магазин, обратитесь по такому-то номеру, мы вам все принесем» Очень приятно, что люди в режиме самоизоляции заботятся друг о друге и пытаются помочь Если у вас есть такая инициатива, то это будет замечательно Потому что нужно поддерживать друг друга и знать, что все будет хорошо Ну и, конечно, присоединяйтесь к нашей акции «Я остаюсь дома», снимайте видеоролики, сторис, делайте фотографии, чем вы занимаетесь себя дома Как вы работаете удаленно или, наоборот, не работаете Чем заниматься? Уже пошел какой? Шестой день, да? Нашего домашнего пребывания? Сегодня пятое число, да, поэтому шестой день домашнего пребывания, как говорит Максим, или режим самоизоляции Что-то, как вчера сказала Вика, мы, наверное, заново научимся быть друг с другом вместе, находясь дома, потому что мы отвыкли И заново строить отношения Да, многому можно научиться, я вот, например, научился готовить, потому что все, рестораны закрыты, столовые закрыты Пришлось вечерами себе самостоятельно что-то делать Это огромный плюс, оставайтесь первым городским, мы с вами увидимся в 15.00 и в 19.30 До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова